Можно ли продать Байкал? Скоро будет можно. Пока внимание людей отвлечено войной и ее последствиями, группа депутатов и чиновников решила навсегда изменить облик Байкала. Причалы для яхт в нацпарках, вертолетные площадки в заповедниках, сплошные рубки и строительство курортов – сейчас реализации этих планов мешает закон об охране озера Байкал. Именно его депутаты и собираются переписать. Мы очень скрупулезно, очень ответственно относимся к любому изменению, касающегося законодательства о озере Байкал. По их словам, эти поправки обязательно помогут местным жителям. Ограничивать людей только по тому принципу, что им довелось родиться на бегах к Байкалу, мы в течение нескольких лет устраивали реально геноцид. Сейчас на фоне войны и изоляции для ослабления охраны озера самое подходящее время. «Гринпис» признали нежелательной организацией, независимых экологов объявляют иноагентами, а международную критику можно смело игнорировать. При этом многие авторы законопроекта связаны с компаниями, которые получат выгоду от принятия поправок. Ну не в интересах не только Байкала, но и непростых граждан, значит, этот закон. Ради местных князьков, бизнеса и так далее. Местным жителям рассказывают, что только так можно решить вопросы ремонта дорог, развития инфраструктуры и расширения кладбищ. При этом чиновники молчат об очистных сооружениях и дорогах, которые были обещаны годы назад, но так и не появились. Очистные сооружения в городе Ланды когда должны были быть построены? 15,5 миллиардов рублей выделено. В этом году должны были быть закончены. Теперь обещают в 1927 году. В этом видео редакция «Людей Байкала» разобралась, чьи интересы стоят за скандальным законопроектом и какие опасности он несет. Мы поговорили с местными экоактивистами, которые в одиночку противостоят властям. Идите в Эльпуст и учите жить в Эльпуст. Вы со мной так не разговариваете, вам никто такого права не давал. Мои люди дали право. Все. И попытались выяснить, какой удар по экологии Байкала нанесет новый законопроект. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Здравствуйте, меня слышно? Да. Отлично. Сегодня только хорошее настроение. Обратно возвращаемся еще и оздоровившимися, потому что это берег реки Ангара, хвойный вокруг лес. Путешествие начинается, да? Давайте сделаем коллективное фото. Любовь Аликина живет в Иркутске. Ей 64, пенсионерка по инвалидности, мать троих детей и бабушка пяти внуков. Последние 10 лет она упорно выступает за сохранение природы Байкала. Давайте поговорим о Байкале. Закон о Байкале, а не о нас с вами. Сегодня говорили о дороге, о дороге. Это выступление Аликиной на встрече с главой Бурятии Алексеем Циденовым. Он приезжал в поселок Усть-Баргузин, чтобы рассказать местным жителям о необходимости и пользе поправок в закон о Байкале. Позже мы еще не раз к ним вернемся. К этому моменту Аликина уже прославилась как ярый противник внесения поправок, разрешающих многое из того, что раньше было нельзя. Сейчас Любовь Аликина едет с экскурсией в архитектурно-этнографический музей Тальцы. Он находится на берегу Ангары, рядом с Байкалом. Здесь в качестве экспоната стоит ее родовой дом. А еще у власти есть планы и на эту прибайкальскую территорию. Строительство Байкальского курорта станет частью крупного проекта «Пять морей». При этом считаю важным строго придерживаться принципа «ноль загрязнения». Вот на этом заливе, который за моей спиной, предполагаем, будет 450 яхт размещено, 3,5 тысячи номеров для туристов будет отмерено. Выбирайте дальше по московскому тракту на реке Ангара очень много прекрасных мест. Вот зачем нам это надо? Такая нагрузка. Ну, эта ветка обломалась, видите, она сама упала. То есть, если бы была сплошная стена леса, это дерево бы росло и росло много столетий. Сплошной стены леса, они друг друга не держат, они погибают. У нас здесь нужно сохранять эту территорию, потому что это водный объект, питьевой источник, потому что это Байкал, потому что это наша земля. Главные опасности, которые беспокоят любовь и поддерживающих ее людей, это бесконтрольный вывод земель из лесного фонда, вырубка леса и строительство. Все это разрешает законопроект. Он касается центральной экологической зоны в байкальской природной территории. В первом чтении сплошные рубки и строительство различных объектов разрешались в 63 населенных пунктах, а также вдоль 7 дорог, 8 рек и на территории 75 кадастровых участков. Тогда автор изначального закона об охране Байкала высказал свою печальную оценку поправкам в Думе. Тяжело присутствовать на похоронах священного озера Байкал. Вырубаете леса, мелеют реки. Вы указываете на населезащитные функции. Вы вспомните из школьных учебников, как деревья имеют телезащитные значения. То есть как-то не сходится у вас. Речь идет про якобы какие-то очистные сооружения. Здесь по Байкалу сколько мы заслушали 3 года. Деньги федеральные выделяем на очистные сооружения. Деньги возвращаются. За эти годы ничего почти не сделано. Критику экспертов авторы поправок восприняли по-своему. В новой версии законопроекта населенных пунктов стало больше в 2 раза. Региональных дорог в 4 раза. Водных объектов почти в 6 раз. А к рекам добавили и озера, в том числе и сам Байкал на территории нескольких муниципальных образований, чей размер поражает. Строить обещают дороги, коммуникации и инфраструктуру для жителей и туризма. Рубить лес предлагают до 2030 года, а до конца 2025 хотят разрешить выводить земли из лесного фонда и передавать их в собственность. Эти изменения коснутся и поселка Усть-Баргузин, где Аликина спорила с Циденовым. Местный житель Юрий повозил нас по окрестностям, где он прожил всю жизнь. Вот видите, практически уже отведенный чей-то участок, видите, сколько леса стоит. Вот его надо им убрать. Вот для того, чтобы убрать, нужны сплошные рубки. Ну вот мы подошли к особо охраняемой территории, Забайкальский национальный парк. Граница его проходит здесь. Здесь сплошные рубки для чего нужны? Это нужно для того, чтобы вот именно вот здесь, вот в этом месте построить гостиничные комплексы непосредственно вблизи берега Байкала. А как мы видим, тут все заросшее. Ну, мы члены Народного совета. Мы вот собрались, активная просто группа такая. Получилось, что теперь лезем везде, куда не надо. Юрий познакомился с Аликиной в прошлом году и стал обращаться к ней по поводу нарушений, которые встречал в Усть-Баргузине. С проблемами своих районов многие жители региона обращаются к ней уже давно. Любовь Аликина стала известной экоактивисткой после выступления в Новоогорево на встрече с Путиным. И почему-то все считают, что леса много и можно его уничтожать пищадно. Уничтожается ежедневно. В том числе он уничтожается черными лесорубами. После этого выступления Любовь стали приглашать на мероприятия, связанные с экологией Байкала. Приглашали ее как общественные организации, так и чиновники. Люди обо мне узнали, стали звонить. Так как у меня уже был опыт накопленный, что сначала нужно выход на место все проверить. Точно ли было сказано местными людьми, что здесь есть какое-то нарушение. Масштабы вырубки поражают. Это молодой лес. Ну а потом собирать материалы и уж эти материалы направлять на проверку. И как неоднократно было сказано исследователями и прокурорами, что стопроцентно направленные нами факты подтверждались о нарушении природоохранного законодательства. Постоянная критика от Аликиной мешала чиновникам. К последним обсуждениям поправок ее уже не допустили. Нынешнее заседание, оно не совсем легитимно, потому что не присутствуют те эксперты, которые высказались с критикой на предыдущем экспертном слушании, а именно Виталий Валентинович Рябцев и Любовь Константиновна Аликина и другие. Если нарушена процедура обсуждений, сам закон будет терять смысл. Мы работаем в соответствии с регламентом. Ничего мы тут не нарушаем. Аккуратнее с высказываниями, я вас очень прошу, потому что все будут за это отвечать, я вам гарантирую. И меньше слов, меньше срок. У нас наши народные инициативы имеют своих людей. Извините, есть и прокуроры, есть и полицейские, есть даже судьи. А есть обычные люди, есть ученые, есть просто колхозники. Но более ста человек в наличии имеем. В 2023 году глава Бурятии Циденов провел серию встреч с жителями Прибайкалья в Бурятии. Он рассказывал, что закон об охране Байкала в текущем виде ущемляет права местных жителей, и именно из-за него к ним не проводят дорогу, запрещают рубить лес на дрова, расширять кладбище и строить другую инфраструктуру. Есть у кого-то сомнения в необходимости здесь делать дорогу? Его позицию поддерживали не только члены администрации, но и жители, уставшие от постоянных ограничений и неспособности местных властей решить их проблемы. Заметной сторонницей Циденова стала Галина Арсеньева, экс-депутатка Усть-Баргузина, которая сопровождала его во время поездок по региону. Сегодня, я не побоюсь такого слова сказать, мы как изгои. Так уже люди говорят так, давайте какой-нибудь першинг на нас бросьте, чтобы мы здесь не существовали. На каком основании глава Бурятия возит за собой одну и ту же общественницу, которая вещает, что живут в резервации, что все запрещено, ничего не разрешено, что бедные и несчастные люди, которые на Байкале. Но почему тогда у этой общественницы все хорошо? В начале 2000-х экс-депутатка Галина Арсеньева занялась бизнесом. Открыла магазины, кафе и киоски, часть из которых продала. После смерти мужа она стала наследницей акции Баргузинского СМУ. Компания занимается в том числе деревообработкой и, как стало известно по данным судов, не убирает отходы производства. Но на публичных встречах Галина представляется иначе. Я пенсионер. Получаю 19 400 пенсию. Я мужа потеряла два года тому назад. Теперь я сама обеспечиваю себя для жизни. Она как флюгер. Кто ей обещает помочь оформить два незаконно в аренде взятых участка земельных, она с ними. Они отказали, не могут помочь. Она с другими. Сначала она была с коммунистами, сейчас она вот с Сиденовым. Как только ей позволят оформить эти арендные участки в собственность, она их продаст, уедет. И на Байкал наплевать. Она распространила клевету, которая не соответствует действительности. Я не флюгер, я не приспособленец. Никаких земельных участков у меня нет. Выступила она в сетях, сказала, что будет подавать иск. Что я нарушила честь достоинства, деловую репутацию, 5 миллионов ей должна заплатить морального ущерба. И чем дольше они будут затягивать Аликину в суды, тем она меньше будет отвлекаться на защиту природы и Байкала. Видимо, такая цель у них. Сегодня восторженствовала правда и чистое имя мое восстановлено. Спасибо вам большое. Ура! 6 июня Арсеньева выиграла дело против Аликиной. Интересы Арсеньевой представляла адвокат Юлия Саенко, тоже выступающая за поправки в закон об охране Байкала. Она уже много лет занимается вопросами земель вокруг озера, защищает в судах тех, кто стремится получить их в собственность. Также Саенко последовательно выступает за снижающие охрану озера изменения в законах. Раньше Юлия работала замом депутата Думы Иркутского района Олега Логашова, с которым соучредила два садоводства. В 22-м году Логашова осудили за мошенничество с землей. Еще Саенко была членом комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Вдруг выяснилось, что оказывается Прибайкальский национальный парк у нас должен занимать 525 тысяч гектар, и у нас вдруг в 2020 году образовались какие-то границы, о которых никто знать не знал. А ничего, что в 1986 году у нас был образован Прибайкальский национальный парк, и к 2020 году на этих территориях уже выросли внуки у людей. Но вот сейчас, говорят, вы были ошибочно счастливы, и вот сейчас мы вам откроем их глаза на мир. Помимо этого, у нас есть еще и другие не менее прекрасные моменты. Они касаются земель, ограниченных в обороте. Это территория, объекта, включенного в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, это озеро Байкал. Что такое ограничение в обороте? Собственность там быть не могла. Там могла быть в лучшем случае аренда. Ну и естественно, у нас же правило приватизации с 1991 года аграрно-земельная реформа. И у нас каждый раз звучит с телеканалов «Дачная амнистия скоро закончится, срочно приватизируйте земли». Она скоро закончится, срочно. Все приватизировали. Сейчас нам говорят, все неправильно, вы не должны были приватизировать. Земля Байкала должна быть только в аренде. В частную собственность Байкала отдавать никому нельзя. Очень многие, кто уже по серым схемам получил и по решению в Судане отдают. Это наши, родовые, отдайте, как ваши. Это принадлежит всем. И не важно, что человек на Байкале не живет. Это тоже его частичка. Это его родина, это его планета Земля. Вопрос о недвижимости, построенной в разные годы на охраняемых территориях Байкала, остается одним из самых напряженных. И законодательство, и кадастровый реестр, и границы нацпарков менялись без учета реальной ситуации на Земле. Поэтому сразу сложно определить, какие постройки возникли законно, а какие с нарушениями. Где был корыстный умысел, а где ошибки властей. Депутаты предлагают не разбираться и просто разрешить передачу земель в собственность. Причем независимо от того, какие есть документы на Землю и как она записана в госреестрах. Кто и как будет определять статус Земли, не уточнено. Исполнительная власть не знает, где заканчиваются границы муниципальной собственности, где начинаются границы федеральной собственности. Публичная достоверность реестровых данных это уже декларативный, носит абсолютно характер. Юлия Саенко была одним из учредителей межрегионального природоохранного общества вместе с женой депутата Госдумы Александра Якубовского. Его фамилию вы найдете и среди авторов поправок. По словам Саенко, с депутатом она не работала, а только написала для него исследование, в котором доказывала, что границы Байкала проходят неверно. А с женой депутата незнакома и не помнят, почему они оказались в составе учредителей одной организации. Гражданин, как сказал президент, не должен страдать из-за ошибок государства. Граждане в этой ситуации вообще не должны были знать, что у вас такая проблема с реестрами. Я как патриот своей страны очень сильно защищаю действующую власть и считаю, что страна большая, да, вот такое тяжелое управление. И каждый должен помогать действующему руководству страны для того, чтобы навести порядок, а не делать вот такие непонятные вещи. У нас президент вот этим двум бабушкам-ветеранам отправляет открытки на 9 мая и говорит о том, что мы должны быть достойны подвига наших предков. А осенью этой же бабушке приходит исковое заявление. Интерес Российской Федерации вообще, публичный интерес, это совокупность интересов граждан, а не чей-то там интерес, чтобы поуправлять территорией в наиболее благоприятных починно-климатических условиях. У многих были планы на нашу территорию. И много раз в российской истории нам пытались рассказать, как нужно управлять. Вы здесь нецивилизованно живете, а вот мы вот сейчас вам населим свою волю. Но очень некрасиво, когда наши соотечественники пытаются тоже объяснить. Изначально рубки и строительство на Байкале хотели разрешить еще в 2022 году. Тогда изменения даже открыто обсуждались с научным сообществом и активистами. Прийти с ними к согласию законодатели так и не смогли. Можем с вами, наверное, сказать однозначно на позицию всех экспертов, и как общественных НКО-экспертов, так и научного мира, категорически не поддерживаем позицию по необходимости сплошных рубок. Вместо доработки обсуждаемого законопроекта сенаторы и почти тот же состав депутатов в июне 2023 года подали в Госдуму новый документ. На этот раз они не стали разговаривать с общественностью и, несмотря на критику Комитета по экологии и правового управления Госдумы, быстро приняли поправки в первом чтении. Чтобы выяснить, какие опасности скрывает в себе законопроект, мы поговорили с членом экспертного совета по заповедному делу Михаилом Крейндлиным. Негативные его аспекты следующие. Фактически бесконтрольное разрешение перевода земель с новых фондов, чем длинных категорий, это разрешение так называемых сплошных санитарных рубок. Сейчас вообще в Центральной экологической зоне заключены все сплошные рубки. Что касается сплошных санитарных рубок, к сожалению, это является таким самым сейчас криминальным видом лесопользования. Просто рубить больной лес никому не выгодно, а рубить по виду санитарных рубок, чтобы большой процент попал туда и живого леса, это выгодно. По версии Цеденова и депутатов, выступающих за новый закон, главными выгодоприобретателями поправок станут местные жители. Но, выступая перед инвесторами в Москве два года назад, он обозначил и другие аспекты. Тысячи людей ежегодно приезжают, нет ничего. Никакой инфраструктуры. Через полгода здесь появится правая основа для того, чтобы можно было строить. Брятие — это красиво, это интересно, это вкусно, это полезно, это, безусловно, выгодно. Люди Байкала изучили расследования об авторах поправок. Оказалось, что многие из них связаны с компаниями, которые зарабатывают на лесе, строительстве, недвижимости и туризме. Работали над этим документом 14 депутатов и 7 сенаторов. Сенатор Андрей Чернышов был одним из директоров компании «Метем», которая строит в том числе дороги, и владельцем братского застройщика «Энергопромстрой». А семья сенатора из Иркутской области Сергея Брилки владеет стройкомпанией «Офис строй», а также имеет отношение к компаниям «Байкалстрой» и «Строймонтаж». Ну, что я вам хочу сказать, может быть, это не совсем справедливо, такое заявление. Его сын тоже занимается строительством и недвижимостью. Его компания «Бриком» регулярно выигрывает конкурсы на госконтракты. Правда, другие участники в конкурсах есть не всегда. Я знаю, как этого добиться и рассчитываю на вашу поддержку. Сам же сенатор Брилка еще и президент партнерства строителей, а раньше владел долей в «Сигматек». Компания была замечена в незаконной вырубке леса и добыче ископаемых у «Байкала». А за главой и бывшим участником «Сигматек» стоят компании, заинтересованные в строительстве железных дорог, туризме и даже добыче водных ресурсов и геологоразведке. Мы должны вывернуться как угодно. Семье депутата Сергея Тена принадлежит группа компаний «Труд», ставшая монополистом в сфере дорожного строительства в Иркутской области. Выручка компании в 2022 году превысила 10 миллиардов рублей. Поэтому это очень, я считаю, полезно. Семья депутата Красноштанова владеет одной из крупнейших строительных компаний в Иркутской области «Домстрой». Красноштанов построил. Знаю, верю, построят и у вас. Наш выбор – Красноштанов. Жена депутата Лугового, ярого борца с иноагентами и иммигрантами, является совладелицей братских электрических сетей. Ты должен немножко посидеть в тюрьме, ты должен лишиться своей квартиры. А уже знакомый нам Александр Якубовский через жену связан с Байкальской строительной и девелоперской группой. Он сам владел ей до того, как стал депутатом в 2018 году. Только таким образом мы можем привлекать достаточно серьезные средства. Также с его компанией связан иркутский предприниматель Михаил Курский, за которым стоят компании, торгующие лесом, стройматериалами и древесным углем. Вопросы экологии Якубовского тоже сильно волнуют. Именно он был инициатором запрета Горинпис в России. Знаете, что еще происходит для того, чтобы пролоббировали и приняли этот закон? В Бурятии сегодня проблемы с дровами, а там печное отопление. Нежилые дома, которые люди оставили внутри населенных пунктов, в том числе и баргузины районного центра, распиливают и топятся ими, потому что дров нет. Не дают лесничества разрешения тем, кто ранее за заготовкой дров занимался. Люди говорят, 90 тысяч стоит машина. Где такие деньги возьмем? Как нам топиться? То есть даже созданы такие нечеловеческие условия для того, чтобы этот закон как можно быстрее приняли. Мы эту дорогу не можем строить из-за этого закона, который вы поддерживаете. Это Борис Ширяев, житель Усть-Баргузина, сотрудник местной лесоохраны. Его часто можно увидеть на общественных встречах с чиновниками и в репортажах региональных СМИ. Сложно сразу определить, какой позиции он придерживается. Борис много ругает существующие ограничения, но уверен, что решить эти проблемы можно и безо всяких поправок. Вот эта дорога у нас, которая идет на Боргузин. Половину дороги сделали, заасфальтировали. Реконструкция дороги была. Остальную часть в связи с тем, что запретили вырубку леса, остановили строительство дороги. Дорогу они частично где-то насыпи сделали, лес им не дают. А это лесной кодекс не дает. Причем здесь поправки в Байкале. В законе о Байкале написано конкретно. Лес давать под дороги, строительство очистных сооружений, сельевых укреплений. Пожалуйста. Но я считаю, вот фирма Труд, депутат Государственной Думы ТЭН, он лоббирует вот этот закон, эти поправки, шантажирует нас вот этой дорогой. Чтобы мы выступали, что давайте поправки, дорогу нам построят. Здесь, в Баргузинском районе, сегодня все следят за новостями и ждут, когда здравый смысл возобладает и Государственная Дума России примет поправки с закона Байкале. Год назад проект сделали, подписали все его. Они начали строить. А сегодня оказалось нельзя. Вот резко, раз и нельзя. Если нужно там строить какие-то сельскочительные сооружения, давайте непосредственно, конкретно для вот этих объектов мы такие послабления сделаем. Мы не против этого. Вот за реконструкцию, давай реконструкцию. Реконструкции, вот, до строительства новых нет. Потому что для всех населенных пунктов сейчас дороги есть. У нас есть направление какое-то такое. Ну, ехать-то невозможно по нему. Наш народ знаете, что делает? Они ставят легковые машины и ездят на УАЗиках. Жены, работают, детей в школу на УАЗиках. Потому что невозможно ездить на легковой машине. Глава администрации в течение порядка нескольких лет вообще не занимается поселком. Ну, зачем такая нам администрация? Сегодня, если примется закон, значит, мы как говорим о том, что будет закон, значит, та рубка леса, где у нас еще 1,3 гектара, значит, мы сможем сегодня убрать лес и мы расширить это место. Она пришла, если вот я честно вам скажу, она пришла получать зарплату. И все. И она делает движения такие, значит, вот поставить плакат, вот поставить памятник какой-то матери с ребенком. Там, я только не знаю, будущего у ребенка нету. И мать такая грустная там стоит, потому что она тоже у этого ребенка не видит будущего. Собственно, то, что на нее наложено, она не выполняет. Вот у нас набережную строят, пытаются тут облагораживать, а земля под вопросом. И вот это все завтра, если они решат вопрос передать эту землю национальному парку для стоянки их судов, завтра эту землю заберут. Лучше, я понимаю, сделать, чтобы она в поселке осталась. Да-ка это сделали, сколько денег ушло, а что сделали? Ну, там глава командует. Смотри, страшно. Хозяйка такая наша, ебать. Отвели в участки для рыбалки, за участок поехал рыбоохрана, все, вплоть до удочек отбирает. Ну, что это, это любительский лов. Где хочу, там рыбачу. Если я поймал 2-3-5 килограмм рыбы, значит, на удочку, так их что-то попытаться поймать надо. Ну, покушал я, ну, его угостил, там, соседей угостил и все. Вырубка лесов и строительство неизбежно ведут к нарушению баланса в природе. Животные уходят, корни деревьев больше не удерживают почву, и она вместе со всеми загрязнениями смывается ветром и дождем в Байкал, оставляя пустынную землю. На природу влияют и туристы. Если их станет больше, объем отходов тоже увеличится, а с вывозом мусора и очисткой воды регион не справляется уже сейчас. Проблему могут решить мусороперерабатывающие и очистные сооружения. Но, в отличие от гостиниц, строить их совсем невыгодно. В лучшем случае для Байкала нужно сделать закрыть Байкал для посещения туристов и решить все проблемы, которые сегодня у нас есть. И ни в коем случае не принимать ослабляющие законы, наоборот, вести жесткий режим. У меня один знакомый, американец, я говорю, он должен был приехать в Россию, я не приеду, а что случилось-то? У меня очередь подошла. Я давно не давно выписался на сплав на парке Гранд Каньон. Знаешь, я ждал эту очередь, я говорю, сколько, 12 лет. Если я сейчас не пройду, пропущу очередь, я, наверное, уже просто не попаду туда. Вот у них так. Сначала наведем порядок, поставим, даже пусть это будет частный отель, но при этом налогообложение повышенное, природоохрана, санитарная законодательство, все стоки, включая дренажные, ливневые, отходы, собираешь, вывозишь. Не можешь, собирай свое строение и уходи. Мы не говорим, что вообще никак не надо модернизировать законодательство Байкала. Точечно надо. Кинодерский инфляционный парк, Ангельская область, учительственные и природные территории, и историко-культурные объекты. Там все очень хорошо отрекупировано, все сохраняется. Любой Кайский на сплав, в принципе, между целью, хотят уничтожить, то в Кинодерском на сплаве, они в него муляются. Хотя ситуация с закладом абсолютно одинаковая. Мы тут попросили степенование, политические воли, а самое главное, чтобы те, кто хотел реально что-то сделать, они очень добились прибыли, короткие прибыли и потом столь. Лес – это наше национальное богатство, почему-то стало разменной монетой у ушлых людей, которые, имея связи горизонтальные, а мы все знаем, что в России работают горизонтальные связи, по серым схемам, при расширении границ населенных пунктов, при принятии генеральных планов, всего лишь десяткам депутатов лишают нас вот такой уникальной природы. Вот это плохо. Это творится у нас в лесах. Она убьется, одна практически с этим совсем. Все стараются заткнуть рот ей, заткнуть рот нам, чтобы мы не лезли ни в свои дела. Мы же прекрасно понимаем, что вот это все, это деньги. Мы не даем кому-то зарабатывать денег. Так, ну какие это деньги? Какой ценой эти деньги заработают? Мы понимаем, что надо туризм развивать. Но вы развивайте сначала очистные сооружения, всю инфраструктуру сделайте. Зачем этот лес вырубать? Не надо. Но если вам так надо, сделайте автобусы, возите их вот сюда же, на этот берег. Три километра от поселка-то можно провести по асфальту. Тогда и лес будет целый, и люди будут довольны, и местное население будет работать. Давайте защитим наш Байкал. У нас, как практика уже показала, они услышали. Время прошло. И сейчас, если мы с вами требовать будем о снятии данного законопроекта с рассмотрения, то у нас получится. На протяжении последнего года депутаты и сенаторы работали над законопроектом ко второму чтению. При этом общественности и экспертам на обсуждение и внесение предложений дали всего неделю. Текст крайне не проработанный. Имеются ошибки терминологические, имеются ошибки в нумерации пунктов, юридическая техника как будто отсутствует. Такое ощущение, вот год работали, а не почитали до конца внимательно. Хотя Любовь и другие противники законопроекта не были допущены к обсуждениям, избежать критики поправок не удалось. Текущие версии законопроекта, в которых мы видим крупногенные факторы, в которых мы видим риски для экосистемы озера Байкал. И мы считаем, что данная версия законопроекта не должна приниматься. Мы всякое будем писать здесь, но аппетиты, которые появились, видимо, в связи с тем, что бизнес уже настроен на туризм, но, видимо, это уже безостановочно. Законопроект, который сейчас представлен, он фактически создает механизм, который позволяет за счет уничтожения леса переводить земли в другие категории. Данные земельные участки предоставляются для строительства кладбищ, потом что-то было изменено, и там уже не кладбище появились, а какие-то коттеджные поселки. Я сказал, что присутствую на похоронах озера Байкал. У меня это ощущение осталось. Бежать Байкал. Обычно мы стараемся заканчивать наши видео чем-то обнадеживающим, даже если сам сюжет совсем не оптимистичен. Но в этот раз не получилось. Байкал один. А примеров того, как власти принимали поспешные и разрушительные решения в пользу личной выгоды, тысячи. Хочется верить, что к следующему чтению поправки в закон об охране озера Байкал будут отклонены, а законодатели прислушаются к мнению ученых и активистов. Потому что накопившиеся за десятилетия проблемы невозможно решить одним документом, тем более если его текст не обсуждается с общественностью. Сейчас мы наблюдаем, как маленькая группа заинтересованных людей хочет навсегда изменить внешний вид Байкала и его экосистему, сохранением которой люди занимались десятилетиями. Ведь на фоне войны, международной изоляции и санкций сделать это значительно проще. Можно признать нежелательной организацией Greenpeace, можно игнорировать критику ЮНЕСКО, как и других международных организаций, а несогласных сограждан объявить предателями. Развитие таких земель, как побережье Байкала, не может быть легкой задачей с простым решением. Это долгий и дорогой процесс, где каждая конкретная проблема должна решаться индивидуально. Это требует очень много ресурсов и последовательной работы. Но для этого есть и исключительная причина, сам Байкал с его невероятной природой. Уникальное озеро, о котором знают во всем мире. И сейчас нам бы следовало вкладывать силы и ресурсы для его восстановления и сохранения, вместо того, чтобы стараться получить как можно больше денег с каждого метра его побережья. Субтитры создавал DimaTorzok